Мы находимся перед шаббатом главы военных. Ну, в этой недельной главе есть очень интересная митцва. Митцва, запись, чтобы весь еврейский народ собрался в Суккот, в храм. И царь, чтобы торжественно читал перед всеми большую часть книги дворы. Это митцва, и в нашей главе есть митцва написать свиток торы. По многим мнениям, каждый еврейский мужчина должен иметь и написать свиток торы. Это последняя митцва из 613 заповедей. Последняя заповедь. Мы сейчас находимся между Рошана и Йом-Кипур. Это особое время года. Особое время. Понятно, что 10 дней между Рошана и Йом-Кипур означает 2 дня Рошана. Йом-Кипур, это уже 3. И между ними 7 дней, точно неделя. В книге Ярод Ваш пишет интересное замечание об этом. Что человек постарался в течение этой недели каждый день исправить соответствующий день, вести себя на более высоком уровне. Понедельник за все понедельники, вторник за все вторники и так далее. 10 дней между Рошана и Йом-Кипур. Это время, осталось иметь чува, время исправления, подготовки к Йом-Кипур. Геморан говорит об этом так, что для общества чува принимается всегда. Общество. Община. 10 евреев всегда. Прашивает Геморан о Йохидеймес. А один человек, когда он может сделать чуву, чтобы это хорошо принялось. Когда? Потому что написано в Йешаеву Дир шуа шэм би има цо. Ищите Бога, когда его можно легко найти. Крау, зовите его би йото коров. Когда он близок. Геморан Рошана говорит, Это 10 дней международщины Йом-Кипур, чтобы Бог особо близок к нам. И чува принимается лучше. И есть дух чувы, летает в это духовное... Есть духовное пробуждение делать чувы в это время. И особенно в Йом-Кипур. И это время надо использовать. Это особое время. Интересно. Рамбан пишет, что... Надо понять его слова. Рамбан в комментарии на Хумаш пишет... Не помню это в комментарии в другом месте. Он пишет так, что Роша Шана Это Дин би Рахмин. Суд с сочетанием милосердия. А Йом-Кипур это Рахмин би Дин. Милосердие с сочетанием суда. Если понять попросту Рамбан, значит, что вы, Роша Шана, все-таки превалирует качество правосудия. Есть... Ведь Бог руководит миром двумя качествами. Основным. Дин и Хесед. Дин и Рахмин. То есть правосудие и милосердие. Так в Роша Шана больше превалирует качество суда, правосудия. А в Йом-Кипур больше качество хесед, милосердие. Как Рамбан пишет так. В Роша Шана это Дин би Рахмин. А в Йом-Кипур это Рахмин би Дин. А вообще-то Чува это особый большой подарок Бога. Я уже, по-моему, я думаю говорил, что в материальном мире человек аннулировать действия, последствия своих действий, как правило, не может. Человек имел какой-то красивый, дорогостоящий графин из кристалла. И он его по неосторожности развил. Если он скажет, я искупенный сердце, об этом не жалею. Я в будущем буду осторожен. Вы думаете, что графин соединит? Осколки графина соединят? Понятно, что нет. А в духовном мире человек, когда что-то сделал, он оставляет свой след в духовных мирах. Когда человек что-то делает хорошее, он прибавляет цвет в духовных мирах. А когда он делает плохое, то он уменьшает цвет. И Бог сделал такое... А следы того, что он сделал в этом мире, куда они ее одеваются? Основной... Вопрос убийства, не дай Бог. Смотрите, это другое дело. То, что вы спрашиваете, верный вопрос. И сейчас говорю о духовном мире. Человек, я не знаю, явный кошерный, нарушал шаббат. И это оказывало свое влияние на духовные миры и уменьшает их свет. Бог сделал удивительную силу Чувы. Что Чува может исправить. Что Чува? Чува может исправить. И это добро Бога. Это не правосудие, это качество добра. Как это можно... Как это работает? Рэбмейши Хаим Гуцату в своей книге Мессиоси Шорин говорит, объясняет, что это хэсэд, но который не полностью противоречит качеству правосудия. Правосудие есть и она основа мира. Ее, как говорится, убрать. Бог создал мир, чтобы было правосудие. Но он вместе с этим создал качество хэсэд. Чува, она не полностью противоречит качеству правосудия. Не противоречит. Почему? Бог засчитывает. Когда человек делал, он же принял решение делать. Умел решение, желание делать. Не только действие, было и желание. Когда человек делает чего? То у него аннулируется желание. Он не хочет этого действия, которое он тогда делал. Так Бог засчитывает аннулирование желания, как аннулирование действия. А последствия действия? Это что я спросил. Вы спросили непростой вопрос. Как это действие исправить? Смотрите, Емаре написано, такие действия, как вы говорите. Это очень страшно. Как это исправить? Я вам скажу. Чува имеет силу. И человек может много исправить. Но такие действия исправить до конца не совсем непросто. Иногда даже невозможно. Интересно. Геморрай говорит нам, что есть четыре уровня нарушений. И соответственно им четыре уровня исправления. Значит так. Первое. Если человек... Есть четыре уровня. Митцва тасей. Митцва, что еврей должен делать. А он не... Поление не хотел делать. Есть митцва тасей. Запрет Торы. Запрещающая заповедь. И есть более строгое. Это запреты, в которых есть карет у Мисус Безен. Карет, отрезание души или смертная казнь. И четвертое. Он осквернил имя Бога своим действием. Давайте разберем их подробно. Астей это значит так. Человек должен был одевать филин. Он не одевал. Человек должен был говорить вверхат Амазон. Богословление после еды. Ленился и не делал. Когда человек принимает на себя. Что такое чува? Сожаление о прошлом. И принятие на будущее. Есть в этом и действие. Третье. Это сказать это устами перед Богом. Никто не должен об этом знать. Только Бог и Он. Когда человек что-то должен был делать и не делал. Когда он принимает на себя в будущем делать это. И сожалеет о прошлом. Так это сразу же заглаживается. Сразу же принимается чува и это заглаживается. Прощается сразу. Если человек нарушил то, что он должен был делать, а он не делал. Прошу прощения. То, что ему было запрещено делать. И он нарушал. Например. Человек должен был. Человеку нельзя есть некошерную еду. Некошерное мясо. А он это нарушал. А может быть между одним евреем и другим. И запрет говорить плохое о другом евреем. Или говорить сплетни. И представим себе, человек говорил сплетни. Говорил о другом евреем нехорошее. Даже мы говорим, как Хофельс Хаим обращает на это внимание. Это запрещено даже когда это правда. Это нарушение запрещающей заповеди. Как это исправляет? Человек принимает на себя на будущее и так не поступать. Сожалеет о том, что он делал. И говорит это перед Богом. Так это чувак принимается, но полное искупление приходит, когда человек, когда еврей нарушил запрещающую заповедь, Готасе, полное прощение приходит именно с Йом-Кипуру. Йом-Кипуру имеют особые силы прощения. Когда я упомяну про Гошонара и сплетни, то это то, что он сделал Чуву и принимает на будущее так не поступать. Он исправил относительно Бога, относительно того человека. Если тому нанесен ущерб, то это еще не исправлено. Интересно, приводят, что раньше человек должен исправить вину перед другим. И только потом он может исправить вину перед Богом. Если человек кого-то ограбил, то раньше он должен вернуть ограбленное, просить прощения. И тогда он должен сделать Чуву перед Богом. То же самое, если человек говорил на другого плохое или сплетни, он раньше должен исправить перед другим человеком, а потом перед Богом. Так я уже сказал, что на Готасе, на то, что человек нарушил запрещающую заповедь, то Чува, она как бы то, как ему так выражается, подвешивает. Если можно так выразиться, когда человек нарушает заповедь, то есть камень, который может на него упасть каждый момент. А когда он делает Чуву, этот камень еще имеется, если можно так выразиться. Но он висит, он не падает. А полная Чува приходит с Йом-Кипуром. Рабин Гейне в своей книге «Шары и Чува» говорит очень интересное объяснение, что мы делаем такую важную торжественную трапезу накануне Йом-Кипура. В чем ее особенность? Почему? Он говорит три объяснения. Одно из них мы демонстрируем, показываем перед Богом, что мы рады тому, что мы избавляемся от грехов, что Бог нам прощает. Мы рады. И доказательство этому мы делаем торжественную трапезу тому, что мы избавляемся от грехов. Третий уровень – это если человек нарушил карет или смертную казнь. Есть такие строгие запреты, за которые есть не только запрет торы, просто запрет, но есть еще карет. За нарушение душа отрезается от своего источника, от связи с Богом. Карет. Карет. Или есть такие действия, за которые по торе полагается смертную казнь, если его предупредили от еврейского суда. Например, скажу примеры таких. Например, запрет не да. Есть карет. И на мужчину, и на женщину. Другие запрещенные связи тоже есть карет. За нарушение субботы есть и смертная казнь, и карет. За Ян-Кипур есть запрет карет и за есть или пить в Ян-Кипур, и за запрет делать работу в Ян-Кипур. Если человек нарушил запрет, на который полагается карет или смертная казнь, Чува и Ян-Кипур подвешивают этот грех, то есть он не падает на человека, а полное прощение приходит вместе с тем, что на человека приходят какие-то неприятности. Это искупляет. Можно это сравнить, знаете, с чем? Когда у кого-то запачкалась одежда. Бывало, запачкалась по-разному. Бывает, достаточно немножко стряхнуть. Бывает, надо помыть щеткой с водой, а бывает, что нужно специальным раствором или в химчистку. Так и есть уровни нарушения. Я сказал уровень осы, человек не делал, что он должен был делать. Есть уровень вот осы, нарушение запрета. Некошерное мясо, брить бритвой бороду и другие запреты. Делать работу в празднике. А есть такие нарушения, за которые полагается карет или смертная казнь. Я оговариваю. То, что мы говорим про карет и смертную казнь, что это не прощается только если пришли какие-то неприятности, это именно, если человек это нарушает сознательно. Это речь не идет, когда человек нарушает нечаянно, не знает. Рабин Огейна говорит так. Есть пасук Мишхи. Бехесед, веемет, яхупор авон. Хесед, добро, веемет и правда, прощается грех. Бехесед, веемет, яхупор авон. Добро и правда, прощается грех. Что такое хесед? Добро. Добро бывает разного, в разных формах. Приятно улыбнуться человеку, приятно его принять, помочь. Хесед бывает в самых разных формах. Чем-то помочь другому. Экономически, неэкономически, психологически, сделать ему хорошее настроение и так далее. Это хесед. А эмет, это правда, изучение Торы. Так Рабин Огейна спрашивает так. Что значит добром и правдой прощается грех? Это что значит? Что человек будет грешить. И будет делать добро и правду. И грехи будут ему прощаться. Это что, индульгенция? Вы знаете, у Попы Римского была индульгенция. В Торы нет индульгенции. В Торе есть другое. На счете в небесном банке есть там два счета, которые один не перекрывает другой. Есть счет добрых дел, за который есть написано в небесном банке на каждого из нас наши добрые дела. И на каждого из нас пишут нарушения. То есть есть плюсы, есть минусы. Но это два автономных счета. Они не перекрывают один другому. Что же это значит? То, что царь Шламон говорит «Бахесед вэймет яхупа рабу» «Добром и правдой прощается грех». Он говорит так. Рабин Огейна пишет так, что если человек нарушал такие запреты, за которые, как мы говорили, полагается, для полного, не то, что полагается. Человек нарушил запреты, которые полагаются карета или смертная казнь. И нарушил это, как мы уже говорили, сознательно. Не то, что он не знал. Так как можно сэкономить их? Так он говорит, если человек будет делать много добра людям, хэсед и эмэс, будет больше учить Торы, то это может сэкономить ему неприятности. И он приводит, мы же знаем, что сэкономит, это тоже пасук в Мишхе, сэкономит от смерти. А если сэкономит от смерти, то тем более, может искупить неприятности, которые, может искупить грехи, и этим, спасти человека от неприятностей, которые бы должны были на него прийти. То есть, хэсед может искупить от смерти, и от неприятностей. Хэсед – добро. Добро бывает в самых разных формах. Хэсед – бывает просто денежный хэсед, помогать другому, одолжить, дать больше злаки. А бывает, что человек что-то радует другого, принимает его хорошо, или помогает ему в его беде, и так далее. То есть, хэсед – есть разные формы хэсед, да? И хэсед может искупать грехи, и экономить неприятности. А эмэд – изучение торы. Изучение торы – что человек сам изучает тору, помогает изучению торы. Эмэд – изучение торы тоже может имеет в себе большую духовную силу искупать неприятности. Я просто говорил об уровнях нарушения и уровне искупления. Как они искупаются? Интересно, что геморранам говорит, что самое строгое нарушение – это знаете что? Хиул Гашем – осквернение имени Бога. Хиул Гашем, которое не может простить, и даже неприятности не могут искупить, только смерть полностью искупает. Как это понять Хиул Гашем? Я вам скажу, Хиул Гашем может быть в разных формах. Может быть человек, который влияет на других, не дай Бог, влияет на других от айтиатуры, выступает против соблюдения заповедей. Нам тут в Израиле тоже средства массовой информации подают яркие примеры Хиул Гашем. Это, так сказать, такой формы Хиул Гашем. Кто-то влияет на других, выступает против. А может быть Хиул Гашем в другой форме. Это, может быть, еврей, который соблюдает, соблюдает заповеди и не нарушает, но он делает какие-то действия, что из-за этого люди смотрят криво на тех, кто учит Тору. Допустим, он ведет себя неделикатно в разговоре с другими, или он не очень честен в денежных отношениях, не очень честен, не просто он обманывает, но так люди видят в этом его действиях обман, и это создает Хиул Гашем осквенение имени Бога. Геморрай говорит, я прочитаю, как Геморрай это говорит. Что такое Хиул Гашем? Я прочитаю, как Геморрай говорит. Раф говорит, если я покупаю мясо у мясника и не даю деньги сразу. и Раф был большим человеком Тору, а его подозревали, что он собирается не платить, собирается выкрутиться от оплаты. Говорит Абай, это только в тех местах, где не требуют эти деньги, а там, где требуют, нет такого подозрения. То есть, в тех местах, где требуют, нет такого подозрения. То есть, что такое Хиул Гашем? Большой человек Тору и делает, создаёт видимость перед людьми, что он собирается жульничать, не заплатить. Не совсем взвешенный, и вызывает его отношение денежное не совсем честное. Это вызывает людей отношения. Как сказать, чем он учил нас, что он так научил Тору, что он так себя ведёт. Надо знать, что в настоящее время, то даже не важно, кто сам человек, а важно, как окружающие на него смотрят. Относительно его шефа мы не должны, человек не может сказать, я же простой еврей, что ли. Важно не кто ты, а как на тебя смотреть. Хотите послушать шутку? Бьянкев Галинский, за отцом рассказывал. Бьянкев Галинский. Он как-то ехал в автобусе, ехал, он жил в Невраке, а его место, его нишива была в Хадере. Он ехал. Как-то, шофёр его видел, уважаемый еврей на маруте, он узнал, что он руководит Яшивой, он говорит, а, как ваши раввины тебя ведут? Смотрит, какие раввины, кто? Какой-то там парнишка, что-то неделикатно себя повёл. Который одет как Бен Яшива и так далее. Знаете, что ему Бьянкев сказал? Ты знаешь? Приезжай к нам, видишь его, и ты нам очень поможешь. Чем я вам помогу? Ведь очень просто. У нас, чтобы дать кому-то смеху, сделать его, объявить его раввином, он должен учить много Торы, должен экзаменоваться, должен давать ответы, знать. А ты нам облегчишь работу. Придёшь и... Сразу все станут раввинами. Ты нам облегчишь работу. Шутка, шутка, но люди так смотрят. Рабисола Саланта как-то выразился. Про себя, но я не знаю, насколько это про себя к нему относится. Но это известный поражение от Пависола Саланта. Мы маленькие люди, но относительно Хилу Гошем мы должны остерегаться, как большие люди. То есть Хилу Гошем это не кто человек сам, а как на него смотрим. есть. Рассказывают, что Ахавец Хаим в своей юности напрягся в учёбе. Ему врачи запретили учиться. Я не помню, год. Запретили учить Тору год или два. Он выполнил указание врачей, и Бог ему помог. Он вернулся ещё. Много, много сделал и много учил. Он как-то своему сыну, сын рассказывает от папы, как папа ему говорил, ой, смотри, говорит, с моей головой, с тем, что было и как. Смотри, сколько добра Бога, что с этой моей слабой головой я смог учить и писать и делать. Сколько добра Бога. Так в то время, когда ему врачи запретили учиться, он послал вопрос к Рабисолу Салантову. Хотите послушать вопрос? Учить Тору ему сейчас нельзя. По указаниям врачей. Но он был известен как человек, который учит Тору усердно. Он будет сейчас сидеть без книги. Люди будут говорить, как это? Вот этот молодой человек, который так учил Тору, перестал учить. А не, не зная о его медицинском состоянии. С другой стороны, если он будет держать книгу, выходит, что он обманывает людей. А он действительно не учит, ему нельзя учиться. Что делать? Держать книгу или не держать? Дилемма. Кажется, рассказывает, чтобы Салвантов сказал, чтобы он держал книгу, чтобы не было хилмашем. мы находимся в особые дни. Эти дни особые, особая близость Бога к нам. особый потенциал Чувы. И особенно Ян Кипр, это день Хесет Варахмена. Человек может сделать самоанализ, продумать, исправить, улучшить. И надо этот потенциал использовать. В полной мере. В полной мере. Я рассказ тоже рассказывал Равьян Кила Галинский с отцом. Он рассказывал так. Как было куплено место, на котором потом был построен город Песахтыква. Слышали? Песахтыква. Когда-то, земля Израиля не была заселена. И земля продавалась очень дешево. Тот еврей, который хотел купить эту территорию, это место, он договорился с арабом, хозяином этого места. Сколько он должен был купить? Сколько? Карт тогда не было. Как же он приобретет территорию, буду знать как. Он договорился, как он пройдет по кругу, от той определенной точки, пройдет вокруг через такие-то места, вернется к той же точке, и вся эта территория, которую она обойдет за день, будет его за эту сумму. С утра до вечера, до захода солнца. Он очень рано помолился еще до этого, потом пошел, идет, солнце, тут немножко, тут горка, а тут надо подняться, потом надо спуститься. возле него тот араб, который ему продал на ослике. Он идет, продолжает идти. Тот араб хотел восстановиться, отдохнуть в середине, а тот продолжает идти. Он хочет охватить больше территории. Так, он был не молодым человеком, но он шел, 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 обошел всю территорию, вернулся до вечера без остановки, дошел до того места, и упал без сил. А потом вся эта территория стала его, и потом там был построен город, Песах Тыквы. То есть, использовать время в полной мере. Йом-Кипр это особый день, особые близости Бога. Надо его использовать. Это день, что человек может много исправить, много изменить себя. А вообще, что такое Чуба? Понимаете, Чуба – возвращение. Куда? Естественное положение человека – это близости с Богом. Любое нарушение, а вера – это отдаление от Бога. А Чуба – возвращение, близости, так как естественное положение человека – быть близким с Богом. И… Йом-Кипур имеет особые силы, это все знают. И близкие, и далекие. Тут же в земле… Вератис Ройл. Большинство евреев постятся в Йом-Кипур. И… В Йом-Кипур практически машины не едут. Вератис Ройл. Тай Бог, чтобы так было каждый собак. Вератис Ройл. Вератис Ройл. И это надо использовать. Вератис Ройл. И они полностью искуплены, полностью хорошие, если это просто. Вератис Ройл. В целом есть такие люди, которые не делают чугу. И если говорить обо всём еврейском народе. Но Ян-Кипур имеет особые силы прощения. Мы же говорили, что Ян-Кипур, в нём очень много хасада. Больше, чем в Рошашона. Рошашона, как мы проявили от Ромбана, есть Дин и Рахмин. А Ян-Кипр, это в основном Рахмин и есть Дин. Но при условии совершения чумы? Да, есть особые. Да. А почему после Ян-Кипра доступ козы или три или через три дня, когда нет праздников? Не совсем понимаю. Значит, нет праздников. Нет такого, чтобы каждый день был праздник. Через четыре дня. А есть праздник в Сукот, который семь дней. Смотрите. Может быть, кто-то скажет. Я в этих темах не очень вхожу. Я еле-еле знаю простой Пшат. Между прочим, мы говорили про искупление четырёх уровней. Значит, есть. Есть повелительная заповедь Ас-Асэ и повелительная. Есть. Ас-Асэ. Ас-Асэ прощается сразу. А человек делает чуву. Ас-Асэ, чува, подвешивает Ян-Кипр полностью прощает. Так. Но я упомянул Ас-Асэ, что это лысо-сэ. Но одно, что я не очень чётко... Я сейчас просто обращаю внимание на это. Ас-Асэ, это... Это же грех между человеком и другим тоже. Если он этим нанёс другому ущерб. Если кто-то рассказал другому плохое, а тот не поверил, то он совершил грех только перед Богом. И он делает чуву перед Богом, это достаточно. А если его слова были приняты, то он должен искупить и грех перед другим человеком. А это делать очень непросто. По многим причинам. То есть, лошонара, это если его слова были приняты, это грех и между человеком и человеком. И это искупляется полностью, если он попросит прощения у другого. Вопрос другой. А как он попросит прощения? Извини, я про тебя говорил то-то, то-то. И знаешь, я тебе напортил шедух. Или тебя из-за этого не взяли на работу. Человек может это сказать, скажите. Есть добавочный вопрос. А должен ли он это делать? Тоже большой вопрос. Большой-большой вопрос. И рассказывает, рассказывает. что, когда Хопецханин написал свою книгу, И он читал себя из учеников Рабисова Савантера. Он принес ее Рабисову Савантеру. Он был поколением раньше. Рабисов Савантер рассказывает, нес эту книгу с собой в своем мешочке в Тарита Цвилип. И он на основании этого решал, полагался на это в решении разных вопросов. Рассказывает, что Высов Савантер сказал Хопецханину так. Во всем, что ты пишешь, я с тобой согласен. А в одном не могу быть согласен. Хопецханин пишет так, что если человек говорит Хошана Рана другого, и он хочет сделать чуду, так и если он говорил плохое о другом, а ему не поверили, это только грех перед человеком и Богом. И еще раз повторим. Грех между человеком и Богом. Человек делает чуду перед Богом, и все искупляется. Грех между человеком и человеком, он должен прежде всего просить прощения у того, кого он обидел. И поэтому очень принято просить один другого прощения перед Йом-Кипром. Так Рабисов Савантер сказал Хопецхайму. Все, что ты пишешь, я с тобой полностью согласен. А вот то, что ты пишешь, что кто-то говорил другого Хошана Ра. И его слова были приняты. Для искупления он должен просить прощения у того человека. Тот человек, который рассказывал Хошана Ра, он хочет искупить твой грех. Он спрашивал Робисову Савантера, какое право ты, когда ты рассказываешь другому, я про тебя говорил, что ты тот и тот. Он делает тому человеку неприятное. Определенно. Он делает тому неприятное. Ты хочешь сделать чубу. А кто тебе дал право делать другому неприятное свои чубы? Чем тот виноват? Тем, что ты хочешь сделать чубу. Кто тебе дал на это право? Так рассказывает Робисов Савантера, сказал Хопецхайму. Рассказывает, что Хопецхай ему показал кусочек и шары чубы, которые можно так понять. На практике, это очень серьезный вопрос, на практике. От имени двух больших постских нашего поколения, Атрамшхом Азалман Иерба Хазацал и Атрамнисим Карелецов, пусть он будет жив и здоров, говорят, приводят, что они оба считали, что если кто-то говорил, что она рана другому, и его слова были приняты, чтобы он не шел сообщать другому, что он говорил про него то-то и то-то. Ты хочешь сделать чубу, хорошо, но кто тебе дал право сделать другому неприятное? Так говорят, Атрамшхем Азалман Иерба Хазацал и Атрамнисим Карелецов. Вы не просите общие прощения? Нет, в общей форме можешь просить прощения, но я вам скажу, я вас спрашиваю, надо понять, когда человек просто так подходит другому просить прощения. Это очень похвально, очень хорошо. Но если, допустим, тот ему напортил шедух своим рассказом, а он подходит и просит прощения, тот думает, что, может быть, он когда-то его не выслушал, или по неосторожности толкнул. Это не... Не это тот понимает. И когда просит прощения, надо понять на что? На что? А если не знаешь, на что вы чувакинка? Что? Смотрите, бывает... Послушайте, бывает иногда, что люди воспринимают по-разному, и то, что со стороны самого человека безобидное замечание, от того это обижает. Так на это вполне хорошо попросить прощения. Я говорю другое. То, кто другого действительно обидел, а он подходит другому так безобидно, ну, может я тебе что-то сделал неприятно, а тот... тот не имеет в виду на... на то, что... на то, что тот просит у них. Тот говорит ему прощай. Надо понять на что. Но... Но, как добрый совет, лучше не говорить хорошо на ра. Потому что попадаешь потом в такую ситуацию, что, ой, не просто исправить. Так я не поняла. Вот в ситуации, если ты просто сказал, не собирался обидеть, а че просто начать человек, и он обиделся. Смотрите. Стоит просить прощения, конечно. Раз он обиделся, стоит просить прощения. Хотя у тебя абсолютно не в логинке для жизни. Совершенно верно. Раз, тот обиделся. Так и сказать, что... Ну, я прошу прощения... Да. 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 Допустим... Кому-то сказал, начинал, да? Это поверить. Становое человека, он получил ущерб. Денежное, эмоциональное, что угодно. Если он ему не скажет вообще ни о чем, это же не будет прощено или как? Вы верно задаете вопрос. Я тоже так понимаю. Но... Кто тебе... Вопрос-то другой. Ты хочешь получить прощение. Кто тебе дал право сделать другому из-за этого неприятно? Кто тебе дает на это право? Это вопрос Робесову Салантер. Вы слышите? Я... Между прочим, Робница Кутне, социал, в своей книге пишет, что если он не должен просить прощения, это прощается. Скажу вам честно, я читал это. Сказать, что я понимаю, почему, я не могу. Робесов Кутнар так пишет. Но на практике, я думаю, что надо поступить, как говорил, как Робшхамя Замас Ацал считает. Не просить. Если это действительно сделает другому неприятно. Мы сейчас перед Йом-Кипуром, и чтобы Бог помог, чтобы мы исправили, как надо, использовали потенциал Йом-Кипура, как полагается, исправили отношения перед Богом. Самое главное надо понять. Йом-Кипур... А исправление грехов в первую очередь это приблизиться к Богу. Быть ближе к Богу. Да? Быть ближе к Богу. Человек близок к Богу. Он не совершает грехи. Быть ближе к Богу. И Бог нам так близок, надо стараться быть близок к Богу. И исправить. Ховецхай, говорю на это, хорошее сравнение на Йом-Кипур. Вообще-то это Медраж. Медраж говорит, что евреи пачкаются, в течение года приходит Йом-Кипур, они очищаются. Ховецхай, говорю на это, говорит, если не Йом-Кипур, как бы могли бы, не дай Бог, запачкаться в течение года? Скажите, если у кого-то не было ни ванны, ни бани, и человек в течение долгих месяцев не купался, как он выглядит, скажите? То же самое. Грехи, которые собираются. По-хорошему, есть еще времена самоанализа. Есть конец каждого дня сделать, подумать, что он делал в течение дня. В конце недели перед шаббатом, перед расходом. А Йом-Кипр, это, как говорят, генеральная уборка. Хорошего года всем! Гемена-хатима-хатима-хатима-хатима!